Кредит под заманчивую ставку один из московских банков растянул в Чебоксарах баннер с рекламой выгодного в кавычках предложения, но собрать кассу от продажи финансовой услуги, судя по всему, у него не получилось. Чувашские антимонопольщики углядели на ярком щите, обещавшим красивую жизнь за невысокие проценты, мелкие буквы. Прочитать их было проблематично, но именно они скрывали важную информацию. Реклама продукты банка на конструкции, установленной в столице на оживленном президентском бульваре, провисела почти месяц. Автомобилисты и прохожие обращали внимание только на яркую картинку и выгодную ставку, информация о которой заняла чуть ли не половину всего счета. А вот что написано внизу мелким шрифтом было не разобрать. Нестыковку углядели сотрудники Чувашского УФАС. Оказывается, чтобы получить кредит под 10% годовых, нужно соблюсти ряд существенных условий. Разумеется, на баннере об этом ни слова крупными буквами. В антимонопольной службе признали рекламу финансовой слуги ненадлежащей. К слову, данное кредитное учреждение не впервые вводит потребителей в заблуждение, сообщили в надзорном ведомстве. В 2019 году банк уже попадался на ненадлежащей рекламе и вот теперь снова наступил на те же грабли. В этой связи мы возбудили дело по части 7 статьи 5. И в данном случае, когда принимали решение, что была нарушена данная норма закона о рекламе, банк мы руководствовали, в том числе, о постановлении пленум арбитража Суда Российской Федерации, о том, что если нечитаемый шрифт является как отсутствующий, то реклама является ненадлежащей. Банк был признан нарушившим. В этой связи он был привлечен к административной ответственности в соответствии с Кодексом административных правонарушений Российской Федерации. Понес наказание в виде административного штрафа в сумме 100 тысяч рублей. Как стало известно сегодня, кредитное учреждение штраф оплатило, отмечу, реклама финансовых услуг часто становится предметом разбирательств. В прошлом году Чувашская УФАС привлекла к административной ответственности еще два известных банка за ненадлежащую рекламу своих продуктов.